Здравствуйте! В эфире еженедельный информационный выпуск с обзором самых важных, актуальных и интересных событий, которые произошли в городе Муравленко в минувшие 7 дней. В студии Адриан Лишенко. Кадровый потенциал для социально-экономического развития муниципалитета. В Муравленко по инициативе городской администрации реализуется проект «Профессиональная команда города», главная задача которого – найти инициативных людей и дать им возможность для профессионального и творческого развития. Проект стартовал 21 марта, и первые претенденты на включение в команду профессионалов уже начали подавать свои заявки. Светлана Грачева продолжит тему. Такой проект, направленный на привлечение профессиональных кадров, в Муравленко реализуется впервые. Для дальнейшего социально-экономического развития города новые идеи просто необходимы. Известное высказывание «Кадры решают все» в наше время особенно актуально. Участвовать в проекте профессиональная команда города могут инициативные люди в возрасте от 23 до 40 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Кстати, заявиться на конкурс могут не только муравленковцы, но и жители других городов. Это не кадровый резерв в полном понимании этого слова. Здесь нам важно подобрать людей, людей разного возраста, молодых сразу после института без стажа работы, тех людей, которые уже имеют определенные стажи работы, но работают на тех должностях, которых мы, возможно, не замечаем, чтобы был определенный отбор людей, способных самим меняться, что-то менять, способных творить, изменять, дополнять. В рамках конкурса участники должны будут пройти три этапа – онлайн-тестирование на сайте кадровый резерв «Профессиональная команда страны», подготовку и защиту проекта, актуального для социально-экономического развития города. Направления самые разные – от социальной сферы до агропромышленного комплекса. Здесь необходимо четко понять проблему, определить ту задачу, которую необходимо решить и представить алгоритм решения той или иной проблемы. Проблемы могут быть различные, он практически не ограничивается, проблемы в социальной сфере, проблемы в какой-то экономической сфере, могут быть вообще теоретические проекты. Пройти онлайн-тестирование совсем несложно. Для этого достаточно зайти на сайт кадровый резерв «Профессиональная команда страны», выбрать пункт «Принять участие», пройти процедуру регистрации и смело приступать к тестированию. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 1 мая. Лауреаты проекта будут проходить целевую подготовку для дальнейшей работы. Их ждет обучение, тренинги и прохождение стажировки. Конечно, стопроцентного предоставления рабочего места проект не гарантирует. Но ведь для людей, нацеленных на успех, заявить о себе и своих идеях – самое главное. Светлана Грачева, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Большинство событий, произошедших на минувшей неделе в городе, так или иначе были связаны с темой народосбережения, которая, напомню, по поручению губернатора округа является приоритетной в нынешнем году. Один из вопросов по данному направлению депутаты городской думы обсудили на очередном заседании. Речь шла об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом и других вопросах, рассмотренных в ходе заседания, в материале Юлии Лучниковой. Повестка 28-го заседания была небольшой, включала семь вопросов. Явка депутатов составила кворум и, приступив к рассмотрению главных тем, в числе первых они заслушали отчет о результатах деятельности председателя городской думы в 2012 году. В соответствии с уставом города, среди основных задач главы муниципального образования, председателя думы – координация деятельности депутатского корпуса и постоянных комитетов, осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, госвласти, федеральными структурами, общественниками. В преддверии выборов президента Российской Федерации городскими властями было организовано ряд встреч с общественностью, где обсуждали социальную и политическую обстановку в городе и в стране. Муравьянцы оценивали происходящее и высказывали свое мнение. Во время встреч были подведены итоги деятельности городских властей, высказаны инициативы, намечены планы на будущее. Часть вопроса влюбили в основу плана мероприятий по выполнению наказа избирателей, включающие в себя 10 мероприятий на общую сумму 4 миллиона 495 тысяч 114 рублей. Работа с наказами продолжена и в 2013 году. Заслушав доклад, депутаты утвердили его, единогласно проголосовав «За». Такое же решение народные избранники приняли по следующему вопросу об эффективности использования денежных средств в ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Муравленко». Ее исполнение началось в 2007 и завершилось в 2012 году. Объем финансирования данной программы с 2007 по 2012 год составил 44 миллиона 468 тысяч рублей. Наибольший объем финансирования наблюдается в 2011 и 2012 годах. Это обусловлено тем, что в данный период времени на реализацию программы дополнительно было направлено денежных средств в объеме 12 миллионов 752 тысяч. Как пояснила Наталья Тягунова, в ходе воплощения программы «В жизнь» средства были использованы на развитие молодежных приоритетов, инициатив и молодежной сети города. В целом, следовало из подробного отчета, финансы расходовались эффективно. Переход на программно-целевое планирование позволил рационально использовать бюджетные деньги в ходе программных мероприятий. Следующим решением депутаты утвердили новые правила реализации в городе алкогольной продукции. На утверждение местным парламентариям был представлен проект решения об установлении минимального расстояния в 50 метров от некоторых объектов до торговых предприятий, реализующих алкоголь. Как мы знаем, 27 декабря прошлого года было принято постановление правительства Российской Федерации номер 1425, которое устанавливает, что продажа алкогольных напитков запрещена на территории, прилегающей к детским, медицинским учреждениям, учреждениям образования, спорта, оптовым розничным рынкам, вокзалам, аэропортам. Этот проект, предварительно рассмотренный на заседаниях комитетов, депутаты единогласно приняли положительно, как, впрочем, и по всем последующим вопросам повестки, одной из тем которой стал вопрос о присвоении микрорайонам города новых наименований. Теперь, после публикации решения депутатов в средствах массовой информации, 13 районов города будут именоваться не числами, а собственными названиями. Таким образом, утверждают разработчики, в городе будет создана особая уютная атмосфера для проживания муравленковцев. Перед тем, как комментировать этот вопрос, можно, скажем так, сказать, что мы сначала провели анкетирование по городу с жителями города Муравленка, где было предложено наименование названия микрорайонного города. А началось это все на одном из заседаний градостроительного совета, когда одним из участников градостроительного совета было предложено переименовать наши микрорайоны не в цифровом значении, а именно по названию. Сейчас проделываем такую работу на градостроительном совете, рассматриваем. Управление архитектуры проделывает эту работу совместно с другими структурными подразделениями, где мы определяемся, какой цвет преобладающий будет в данном микрорайоне и какая, скажем так, подсветка будет. В завершение заседания депутаты утвердили некоторые вопросы следующей повестки, которую предстоит рассмотреть через месяц. 25 апреля депутаты заслушают отчет главы администрации и контрольно-счетной палаты за 2012 год, примут решение по вопросам о подготовке к летнему отдыху и занятости детей и молодежи, и о ходе подготовки к празднованию 29-летия города Муравленка, Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Юлия Лучникова, Андрей Нагибин, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. С начала 2013 года в Муравленко выявлено два случая продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавцы магазинов «Три семерки» и «Сокол», они расположены по улице Нефтяников и Молодежной, несмотря на все запреты, отпустили подросткам пиво. Почему, а главное, при каких обстоятельствах спиртные напитки становятся доступными несовершеннолетним, узнавала наша съемочная группа. Это был очередной профилактический рейд. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних выехали на улицы города, чтобы проверить соблюдение подростками комендантского часа. Правда, вместо нарушения временных правил встретили совсем другое. В данном магазине в ходе рейдового мероприятия с представителями системы органов профилактики был выявлен факт реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. То есть во время рейда мы проезжали мимо и увидели несовершеннолетнюю, которая выходила с алкогольной продукцией, а именно пивом. Продавать спиртное несовершеннолетним соответствующим законам запретили уже давно. Только вот паспорта у тех, кто выглядит молодо, спрашивают почему-то не всегда. Такие отговорки, к сожалению, от продавцов приходится слышать часто. В магазине «Три семерки» тоже был выявлен факт продажи алкоголя подростку. Вместе с пинным напитком продавец отпустила школьнику и сигареты. Противозаконные действия продавца стали уроком для других сотрудников магазина. Теперь они уверяют, алкоголь отпускают только по паспорту. Рейды по выявлению и профилактике незаконной торговли алкоголем в Муравленко проводятся два раза в месяц. По статистике, сегодня алкоголь подростки начинают употреблять в возрасте 11-12 лет. Это учащиеся 5-го или 6-го класса. И вовсе не обязательно, что эти дети воспитываются в неблагополучной или неполной семье. Дети вполне успешных родителей тоже не против попробовать спиртное. Несовершеннолетние знают, что даже если продавец не продаст спиртное, то всегда найдется «сердобольный» взрослый. Еще более масштабная проблема заключается в том, что находятся третьи лица, которые покупают алкоголь для несовершеннолетних. И эта проблема гораздо более масштабный характер носит. Продавцы, администраторы, владельцы магазинов, сознательно идущие на нарушение закона, должны нести ответственность. Конечно, штрафы – это только часть мер для полного решения проблемы. Здесь требуется комплексный подход. В том числе и создание общей нетерпимости в обществе к потреблению алкоголя несовершеннолетними. Светлана Грачева, Михаил Муштареев, телерадио компания «Муравленко ТВ». Вопрос о продаже алкоголя несовершеннолетним сегодня является одним из самых злободневных в обществе. О нем мы сегодня говорим с советником главы городской администрации Александром Парахиным. Добрый день, Александр Владимирович. Здравствуйте. По репортажу, который мы только что с вами посмотрели, следует, что самая распространенная отговорка среди продавцов – «Я не знала о том, что ему нет 18-ти». Все-таки, что для себя должны усвоить продавцы в данном случае? Отговорка в данном случае для представителей правоохранительных органов является несущественным, потому что в том случае, если у продавца есть какие-то сомнения в возрасте покупателя, его обязанность проверить документы, и он должен это делать. Но я думаю, что это действительно все-таки не причина, а отговорка, потому что в основном, на мой взгляд, продавцы продают несовершеннолетним не из-за незнания возраста, а из желания таким образом добиться более высокой выручки, прибыли и так далее. С 24 ноября 2012 года штрафы за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним повысились. Граждан теперь будут наказывать штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее штраф составлял в 10 раз меньше. Должностным лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей. Ранее также в 10 раз меньше был этот штраф. А на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. За неоднократное данного вида нарушений в течение 180 дней законодатель говорит, что виновным грозит уголовная ответственность по статье 151 пункт 1 Уголовного кодекса. Продавцов, которые фигурируют в нашем репортаже, наказали действительно вот такими высокими штрафами? Да, у нас в прошлом году два человека были привлечены уже к уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним. В этом году вот те продавцы, которые фигурируют в репортаже, они привлечены именно к административной ответственности в соответствии с теми санкциями, которые вы сейчас назвали. Я думаю, что все-таки для тех людей, которые продают несовершеннолетним отраву, это не самая большая мера наказания. Скажите, пожалуйста, а вот непосредственно в отношении торговой точки или предприятия, реализующего алкогольную продукцию несовершеннолетним, в их отношении предусмотрены какие-то санкции штрафные, может быть, вплоть до отбора лицензии что-то такое проговаривалось? Да, этот вопрос обсуждался на комиссии Мишведовенственной при главе администрации города совместно с представителями ОМВД России. И мы приняли такое решение, что обо всех этих фактах информация будет направляться в отдел потребительского рынка и лицензирования администрации города. И там будет решаться вопрос о приостановлении действия лицензии или вообще о лишении лицензии на продажу алкогольной продукции. Александр Владимирович, мы говорим об ответственности непосредственно в данном случае продавцов, предпринимателей. А предусмотрена какая-нибудь ответственность для самих несовершеннолетних и для людей, которые им помогают приобрести алкогольную продукцию? Ведь не секрет ни для кого, что можно иногда встретить подростков, стоящих возле магазинов, которые просят взрослых приобрести им банку пива или чего-нибудь покрепче. В том случае, если несовершеннолетние не достигли возраста 16 лет, к административной ответственности, как правило, привлекаются родители за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. После достижения 16-летнего возраста несовершеннолетние привлекаются к административной ответственности. У нас есть ряд статей, связанных с употреблением спиртных напитков. А действия взрослых, которые приобретают несовершеннолетнего спиртного, они расцениваются как вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. За это наступает административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная ответственность. Александр Владимирович, 28 марта на очередном заседании городской думы вы были докладчиком по проекту решения об определении границ территории, прилегающей к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Все депутаты поддержали эту инициативу и проголосовали единогласно за это решение. Прокомментируйте его, пожалуйста. Я думаю, все мы знаем и видим, какое внимание последнее время уделяется президентам Российской Федерации, правительствам Российской Федерации, вопросам здоровья населения, здоровья нации, вопросам пропаганды здорового образа жизни, губернаторам округа, 13-й год объявлен годом народосбережения. Но вместе с тем вести пропаганду здорового образа жизни и говорить о том, что люди не должны употреблять спиртные напитки, при этом на каждом углу иметь торговые точки, продающие эти спиртные напитки, наверное, было бы не совсем правильно и не совсем эффективно. Поэтому правительством Российской Федерации принято было в конце прошлого года целый ряд нормативных документов, направленных на ограничение продажи спиртных напитков, и при этом часть полномочий была делегирована органами местного самоправления. И вот выполняя это поручение правительства в рамках предоставленных полномочий, вот то самое решение городской думы и было принято. Я сразу могу сказать, что принимая это решение, прекрасно даем себе отчет, что будут затронуты интересы ряда предпринимателей, которые торгуют спиртными напитками, то есть для них это бизнес, бизнес, подчеркну, легальный, законный. Но поэтому решение было принято с учетом еще и, так скажем, интересов предпринимателей. То есть мы не пошли на какое-то увеличение расстояния, предлагалось до 200-300 метров и так далее. Первое. Второе. Предпринимателям дано время для того, чтобы можно было перепрофилировать свой бизнес. Но вместе с тем и депутатами отмечалось на заседании думы о том, что данное постановление, данный документ нормативный, это, так скажем, первый шаг в дальнейших мероприятиях по ограничению торговли спиртным напитком на территории города. То есть не делая каких-то очень резких движений, не нанося какой-то серьезный и быстрый ущерб предпринимателям, занимающимся этим видом деятельности, вместе с тем дальнейшие шаги по ограничению продажи спиртного в городе будут предприниматься. Спасибо, Александр Владимирович, за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы продолжаем наш выпуск. В апреле месяце в Муравленко планируют проводить дворовые турниры по хоккею. Проходить спортивные соревнования будут на открытых многофункциональных площадках города. Еще две недели назад состояние этих объектов было неудовлетворительным. Готовы ли они сегодня к проведению спортивных мероприятий, узнавала Надежда Деминова. Еще в середине марта состояние нескольких многофункциональных спортивных площадок города нельзя было назвать рабочим. Корты буквально завалены снегом, к площадке второй школы даже подойти сложно. Сегодня ситуация изменилась. Эта гора образовалась рядом со спортплощадкой после того, как ее почистили от снега. Эта работа уже сделана, однако предстоит еще немало потрудиться. Необходимо площадку залить и поддерживать лед постоянно в рабочем состоянии. Привести каток в порядок надо и на площадке, расположенной возле пятой школы. Директор спорткомплекса «Юность» Татьяна Кузнецова говорит, что работа по очистке площадок проведена большая. Но пока состояние ледового покрытия далеко от идеала. Общая площадь трех площадок составляет более 4000 метров квадратных. Для поддержания территорий таких больших объектов в постоянной готовности к занятиям физкультуры, то есть хоккей, фигурное катание, нужны дополнительные рабочие. И техника для перевозки прицепного агрегата «Замбони», который будет чистить, соскребать этот лед использованный. Привести в порядок площадки необходимо к первым числам апреля. В это время в Муравленко планируют провести дворовые турниры по хоккею. Мы планируем провести данные соревнования в Валенках в ознакомительном периоде, в режиме вернее, для того, чтобы детям дать возможность опробовать новый вид деятельности. И на перспективу уже провели такие организационно-методические совещания с образовательными учреждениями, рассмотреть возможность оснащения школ, создания школьных команд хоккейных, для того, чтобы в последующем культивировать данный вид спорта и, возможно, даже включить его в разделы школьной программы. Участвовать в соревнованиях по хоккею среди дворовых команд в апреле будут учащиеся 6-10 классов всех городских школ, а также студенты многопрофильного колледжа. Кстати, провести время весело и использовать для здоровья на ледовом корте у спортивного манежа «Олимп» уже сейчас может любой желающий. Здесь и лед в хорошем состоянии, и коньки выдают бесплатно. Надежда Деминова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В целях обеспечения доступности граждан пожилого возраста и инвалидов «Муравленко» создана и действует уже несколько лет служба социального такси. И уже со следующей недели маломобильная группа населения будет перемещаться до социально значимых объектов города на комфортабельном новом автобусе. Автомобиль со специальным знаком отвечает всем поставленным требованиям. Подъемник с платформой на пульте и стационарным управлением, 12 посадочных мест плюс две площадки с креплениями на полу для инвалидных колясок. К тому же автобус оборудован кондиционерами и тремя кнопками вызова водителя для остановки по требованию. Инициатором по приобретению городом такого транспортного средства, напомним, стал спортсмен-инвалид-колясочник Карен Абрамянц. Он напрямую обратился к губернатору округа, и его просьба была услышана. При поддержке администрации нашего города, которая взяла на себя все координирующие функции, спонсорами тюменской фирмой «Уралгазремонт» Муравленко был подарен новый комфортабельный автобус, социальное назначение которого сложно переоценить. К новостям культуры. 25 марта свой профессиональный праздник отметили работники этой самой многогранной отрасли. Спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры нашего города, широк и многообразен. Благодаря профессионализму работников этой сферы, жителям Муравленко доступны концертные залы, кино, выставки, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, которые посещают не только дети, но и взрослые. В минувший понедельник в Доме культуры Украина состоялся праздничный концерт, зрителями которого, вопреки привычному, стали главные организаторы праздника – сами работники культуры. Глава администрации от имени всех жителей города высказал слова поздравлений, вручил заслуженные награды. Три подарочных сертификата по 200 тысяч рублей от городской администрации вручены городскому музею, художественной школе и центральной библиотечной системе. Дипломов окружного департамента культуры в этот вечер были удостоены Галина Степанова и Гульнас Батригинова. Благодарственные адреса администрации города Александр Подорога вручил Андрею Кишко и Елене Новиковой. Почетной грамоты администрации удостоена Наталья Хабибова. А концертную программу виновникам торжества преподнесли профессиональные музыканты – популярная московская группа «Русская банджо». Нетрадиционное сочетание ударных, бас-гитары, саксофона, трубы и даже балалайки позволило по-новому взглянуть на любимые произведения и испытать подлинное удовольствие от концерта. В Муравленко состоялся 13-й фестиваль-конкурс «Восходящая звезда». На этот раз в нем приняли участие более 370 юных дарований города. Напомню, конкурс проходил в несколько этапов. Изначально заявки на участие в нем подали 146 коллективов и солистов. Это воспитанники детских садов, школ и городских учреждений дополнительного образования. По итогам отборочного тура в финал прошли 89 участников, которые выступают в трех номинациях – солисты вокала, вокальные ансамбли и хореография. Организаторы фестиваля отмечают, с каждым годом уровень конкурса растет, поднимается и его престиж среди участников. В субботу, 30 марта, на главной сцене города в торжественной атмосфере состоялось закрытие конкурса и награждение участников. Апогеем фестиваля стал гала-концерт, на котором свои номера еще раз продемонстрировали те, кого уже по праву можно назвать восходящими звездочками нашего города. Репортаж с мероприятия смотрите в нашем эфире на следующей неделе. Ряд культурных событий минувших 7 дней продолжило городское ежегодное мероприятие «Неделя детской книги, музыки и театра. Добрых муз, волшебный мир». В Муравленко оно проходит уже в 12-й раз. Каждый день довольно насыщенной программы был отмечен новыми и интересными концертами, выставками, презентациями и театральными премьерами. В Международный день театра 27 марта в Доме культуры Украина состоялся спектакль «Жила-была Сыровешка». Образцовый театральный коллектив «Маска» собрал полный зал поклонников сценического искусства. По традиции, «Неделю детской книги, музыки и театра» готовят все учреждения культуры. Это детская школа искусств, Дом культуры Украина, городские библиотеки. Итоги «Недели добрых муз, волшебный мир» подвели в городском храме искусств, где прошло чествование ее самых активных участников. Наш выпуск продолжает блок спортивных новостей. С ними вас познакомит моя коллега Марина Мехедова. Здравствуйте, Марина. Чем на этой неделе порадовали нас спортсмены? Здравствуйте. Наши самбисты, боксеры и хоккеисты достойно выступили на выездных соревнованиях. Расскажу подробно. Хоккеисты «Серварк» обеспечили себе место в финале, обыграв на выезде у рингойского геолога со счетом 16-4. На ответный матч, который должен был пройти в Муравленко в эти выходные, у рингойцы приехать отказались. Теперь наши хоккеисты ожидают результата матча между «Факелом» и «Арктуром», в котором определится соперник «Белых медведей» по финалу. С 21 по 25 марта в Кургане прошло первенство Уральского федерального округа по самбо. Муравленковские спортсмены завоевали право выступить на всероссийских соревнованиях и международном турнире «Победа». От нашего города в составе ямальской сборной участвовали 9 человек. В напряженной борьбе ребята завоевали 2 серебряных и 2 бронзовых медали. В июне самбисты отправятся в город Отрадный. Ларченко, Вадим и Ботекин Александр, они отобрались на Россию, заняли вторые места. И третьими стали Демидов Михаил и Волобуев Ярослав. То есть они не смогли? Они не смогли, но на соревнованиях присутствовал тренер молодежной сборной России по самбо. И он похвалил нас в личной беседе и сказал, что с такой борьбой он будет просить, чтобы их по письму, по спецдопуску допустили на Россию. Ямальские боксеры выявляли сильнейших на первенстве детской юношеской школы «Олимп». Соревнования прошли в Губкинском. Муравленковская команда отправилась на первенство небольшим составом. Наши боксеры по результатам предыдущих соревнований получили право выступать в более крупных турнирах, поэтому результат не имел принципиального значения. Однако еще одну возможность подготовиться к первенству Уральского федерального округа наши спортсмены не упустили. Мы приехали туда в небольшим составом, четверых спортсменов мы выставили, потому что в основном весовые категории у нас не подходили. Двое заняли первые места, это Комкова Ксения и Щукарев Кирилл. Мы провели два боя, хорошо выступили. Учащиеся продолжают бороться за призовые места 13-й спартакиады. Парни отыграли в мини-футбол. Пять школьных команд провели серию игр по круговой системе. Это не чемпионат мира по футболу, но по накалу страстей игры ему не уступали. Каждый матч ребята проводили на одном дыхании, много комбинировали, а главное играли с удовольствием. Сборная второй школы уже с начала соревнований стала фаворитом турнира. Ребята в итоге и победили. Серебро у сборной школы номер 4, третьими стали футболисты первой школы. Спасибо, Марина. Наш выпуск подошел к концу и по традиции мы его завершаем кратким обзором событий, которые произошли в городе и регионе, но не вошли в основной блок программы. Итак, 23 марта в Муравленко отметили, пожалуй, один из самых зрелищных и колоритных национальных праздников – День оленевода. В прошлую субботу в городском парке культуры и отдыха в течение всего дня проходили массовые мероприятия, принять участие в которых мог любой желающий. В минувшие выходные в Муравленко прошел конкурс «Безопасное колесо». В этом году он стал юбилейным. Впервые состязание юных велосипедистов состоялось в 1994 году. И вот уже 20 лет они проводятся ежегодно в самых лучших традициях. Конкурс «Учитель года Ямала-2013» завершился в Надыме. Названы имена победителей. Педагог Муравленковского многопрофильного лицея Алексей Пикало завоевал почетное второе место. Городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений подвела итоги работы за 2012 год и наметила план действий на 2013. По мнению ее участников, деятельность комиссии необходимо пересмотреть, так как ситуация с правонарушениями в городе серьезная и их количество в прошлом году неуклонно росло. Глава администрации этот вопрос взял под личный контроль. Весна нынешнего года, по прогнозам, обещает быть очень непростой. В городской администрации на этой неделе состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого заместителя главы администрации Андрея Лукьянова, на которой обсудили противопаводковые мероприятия. В Муравленковском отряде противопожарной службы подвели итоги конкурса «Осторожно огонь». Ежегодно он приурочен ко Дню пожарной охраны России, отмечаемому 30 апреля, и, как показывает практика, пользуется популярностью у юных горожан. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. О самом важном и интересном, чем будет богато следующая неделя, смотрите в нашем эфире ровно через 7 дней. А я благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго.